Моя квартира, а попасть не могу. Замок в семье невероятно. Георгий Белоусов вот уже год пытается попасть в квартиру, в которой он прожил вместе с супругой и двумя детьми много лет. Там у него остались мебель, ценные вещи, документы. Мужчина уверяет, ему не дали даже возможности собраться. Эту квартиру с девятого этажа приобрел по наружке, как говорится, купив-продай Коршунов Николай Алексеевич. И вроде бы отдал мне деньги, конечно, не копейки. Он собрал, легенду сочинил, что приезжала моя внучка из Польши и забрала деньги. Миллион девятьсот девяносто девять. Сейчас квартира пустует. По словам соседей, оттуда вывезли все вещи. Этот старенький холодильник. Единственное, что новые владельцы жилплощади оставили на лестничной площадке. Что-то вывозили, какие-то вещи. Ну, может быть, старые, еще что-то. Только лишь. Ну, это я видел. Молодые люди были. Спросил, говорю, соседей новые. Нет. Ввозим мусор. У Георгия Белоусова было, кажется, все, о чем можно мечтать. Семья, большая четырехкомнатная квартира. Но десять лет назад умерли сначала дочь, потом жена. Единственный сын получил тяжелую травму головы и стал инвалидом. А сейчас мужчина лишился еще и жилплощади. Крыша над головой для него и сына Игоря нашлась лишь в богодельне при храме святой великомученицы Екатерины. Здесь вспоминают, к ним год назад Георгий Белоусов поступил в тяжелейшем состоянии. Он не передвигался, то есть он ходил под себя. И мы в январе вызвали скорую. Скорая приехала. Мы настояли о том, чтобы его положили в больницу. То есть он в тяжелом был состоянии. И вот там уже врачи сказали, что еще бы несколько дней, если бы мне была оказана квалифицированная помощь, то, скорее всего, он бы умер. А ведь пойти на сделку пенсионер согласился лишь ради того, чтобы на старости лет пожить достойно. По словам Георгия Белоусова, уход за ним обещал обеспечить тот самый сосед, который и купил квартиру. Но как только квадратные метры оказались у него в собственности, он, по словам пенсионера, избавился от нежелательных квартирантов. Общаться с нами мужчина отказался. Хотели у вас ваше мнение, узнать, правда, что вы незаконно приобрели эту квартиру? Я болею. Но в доме нашлись соседи, которые подтверждают слова Георгия Белоусова. Мошенническим путем взял это Георгия, подпаивал, да. Я за тобой хожу, да, я за тобой хожу, да. Все, давай, подпиши, а то тут у тебя какие-то появятся, как они называются-то, наследники. Впрочем, Первоуральский городской суд не встал на сторону пенсионера. В ходе разбирательства судья не нашел подтверждения незаконности сделки. Решением Первоуральского городского суда от 30 июля 2018 года исковые требования Белоусова Георгия, Белоусова Игоря, Коршунова Николаев о признании недействительного договора купли-продажи квартиры и применении последствий недействительности сделки оставлены без удовлетворения. Георгий Белоусов не теряет веры в то, что правда все же окажется на его стороне. А мужчина надеется, что он и его сын смогут вернуться в собственную квартиру. Дома лучше, всем помогают дома же.